здравствуйте дорогие друзья вот театр поэтов вновь на вашем общественном телевидении меня зовут владимир антипенко я и руководитель театра поэтов послушайте и вообще все что в моей жизни происходит этот театр поэтов и сегодня в гостях в этой студии два поэта к нам пришли это майя асанова здравствуйте и поэт владимир ток здравствуйте тайны про вас раскроем позже а сейчас давайте стихи поехали майя асанова ибо всякий просящий жаждет и получает ибо ищущий верит стучащему отворяют как пчела зажала не отвечает после скорой что от нее спасает так и плотят плоти не отличает сумасшедшая мать то что не рожает но жалеет ждет и души не чает в тех чьих первых слез не припоминает ибо вместо хлеба не даст песчаник ибо не змеей но рыбой и сладким чаем и ревет белугой и все прощает чтобы только не пряталась не дичала день за днем медитирует над свечами чтобы ты не брыкалась чтоб ты молчала чтоб не абы где не пьяные не ночами мы растем послушными как волчата мы растем вот просил я уважаемые дорогие друзья вот я просил наших гостей читать не длинные вот моя попала в ловушку саму себя я же просил не длинные начали хорошо неважно мы стих услышали почувствовали вас как по это все замечательно теперь владимир ток пожалуйста пообещай тепла мне это нужно умей прощать сегодня за вчера и не смотри с гримасой равнодушной когда со мной останешься одна когда на землю сядут самолеты когда к тебе вернуться поезда пообещай что выживут пилоты и не сотрет цунами города пообещай дождя сухому лету учись быть ближе даже далеко открой передо мной все секреты хоть это откровенно нелегко когда моря заполнится слезами когда корабль будет дрейфовать когда надежда потеряет пламя пообещай что будешь меня ждать спасибо это вот владимир ток себя представил теперь владимир антипенко тоже себя представит неловко ходить по березовым пням смотреть на распутство зеленых лягушек красиво любить по назначенным дням лежать в магазине в отделе игрушек бездомной планетой темнете в небесах гореть бесполезным костром на пожаре возвышенно выть и в семейных трусах подумать о каждой заброшенной твари дорогие друзья вот мы вам представили наш такой мини джем и теперь вот значит гости владимир ток приехал к нам из эстонии у него гастроли санкт-петербурге да да вчера был вечер собралась куча поэтов достаточно много народу публика очень тепло тепло воспринимала вчера я даже был удивлен и тронут в общем-то у тебя хороших очень поляешь я очень прекрасно у тебя еще в сети очень такой большой ресурс я знаю да владимир ток можно набрать туда в интернете вконтакте дом к поэтри набираешь только поэтри да ну или владимир ток в угле наберете да все появляется хорошо моя а вот вы к нам приехали из и синтуки да это как минеральная вода вы уже пытаетесь стать петербурж пертер бурж очень пытаясь у вас была любовь и все здесь этим вы здесь хорошо еще можно про вас сказать давайте откроем тайну что вы потомственный маг я не сказал чародей марка а что это такое как это а это искусство воздействия на реальность воздействуйте вашу вам слово дается стихи ребят у нас театр поэтов исполняем стихи потом дальше беседуем мая асанова и ты будешь носить мое имя как знамя и как реликвию длинном списке контактов в своем мобильнике она станет молитвой и мантрой и разум выклюет ты заучишь меня наизусть как фанатики учат библию ты запомнишь мой каждый жест обратишься в немое зеркало в каждой встречной выискивать станешь мои движения я в тебя просочусь кипящими злыми реками ты лишишься рассудка барахтаясь в их течение я врастаю в тебя с каждым мигом словцом смс мгновением я пускаю упругие корни в твоих предсердиях я твой смысл омега и альфа твоя вселенная я твой яндекс в контакте и википедия без меня тебе и мерек изнывать обмирать домается и зайти не отвязной тоской и огнем мучительным я клянусь если шарик если стержень земли не треснет и не сломается мальчика извините пожалуйста я знаете все в петербурге знают что такой вредный злой наступаю на горло поэта владимир мы сейчас к вам вернемся а вот я понимаю что у вас стихи да вот написано наверняка это новосочиненные вам кажется что вы горите ими а можете по памяти и по памяти она гораздо интереснее то что уже вас накатана проверено давайте по памяти поехали так дельфины рисуют краской густые пятна так из облаков вырастают замки так из памяти преуменьшенные стократно но живые всплывают образы как касатки выплывают лица слова игрушки белый заяц раки в стеклянной банке твой отец молодой еще не пьющий сварит их пока ты играешь в прятки разумеется скажет они сбежали разумеется ты поверишь но ненадолго до той ночи когда ты поймаешь маму оставляющий в новый год сувенир под елкой после этой ночи прощаясь с волшебной тайной ты в последний раз напишешь деду морозу дорогой дед мороз ты наверное очень занят но на этот раз я хочу попросить серьезно ты пожалуйста не опаздывай больше к детям они целый год надеются и мечтают а ко мне приходи просто в гости и лучше летом у меня родители они сами мне все подарят а потом неизбежно ты повзрослеешь тут и там оставляя улики воспоминания становясь год от года сильнее и злее все прочнее отбиваясь от очей стаи как фотоальбомы листая память станешь узнавать по запаху дни и даты так наверное все взрослые четко знают аромат сентябрьской школьной парты жизнь промчится как синий бездомный поезд оставляя метки на перегонах это ты рисуешь крючочки в пропись это в первый раз плачет твой ребенок это первый друг предавший обманувший это слезы матери над кроваткой это взгляд глаза опаливший душу это ты воздушные строишь замки спасибо мая санова наизусть поэму свою почти знает замечательно владимир ток вот ребят заметили лучше 5 вот все поэты конечно я в том числе мы хотим читать новые исполнять стихи то что то что у нас горит да но людям не всегда то что мы сейчас сочинили вот сразу есть там шедевр и так далее что потом поправить надо будет я бы советовал исполнять сейчас проверенное я тоже так владимир ток давай расстанемся заменим все маршруты и указатели перевернем вердном случайное такси субботним утром все наши разговоры запихнем давай останемся мы лучшими врагами да наплевать как мы искусно врем как письма молчат прячем за шкафами из пьяных оттуда достаем давай заселим к нам в квартиры незнакомцев чтобы пустоту на время погасить заводим экзотических питомцев пытаясь догадаться как нам жить давай признаемся пощечиной по левой чуть только поцелованной щеке тебе не все равно и уж наверно точно стремительно не безразлично мне спасибо вот владимир ток значит приехал к нам из эстонии столица эстонии таллин а ты из какого города а я сразу из трех ну рассказывай родился я в нарве учеба у меня в коклоярве часто я появляюсь в таллине и выступая там там основная творческая движута хорошо как люди живут в эстонии расскажи что там происходит вообще как ну так в двух словах ну первое что бросается в глаза до когда сюда приезжаешь это естественно большое количество народу и суета какая-то присутствует в москве еще не был там да не мне про это говорили вот я туда тоже собираюсь в этот северные спокойные а там все размеренно так каждый знает куда он идет и что его ждет то есть ну люди собираются на такие же вечера вот я несколько организовывал уже у себя по всей стране и так достаточно хорошо русский русскоязычным соответственно населением воспринимается то есть где-то вообще нет смысла русскоязычным поэтам ездить потому что нету носителей языка наши давай еще стихи твои послушаем мая так долго солировал сейчас пока давайте владимир ток сейчас пожалуй такое жестенькое они пинают тебя как грязь а потом улыбаются если дышишь из последних слов значит справишься сигареты в соседнем ларьке стоит дешевле сердечных капель а у меня правда на языке и еще несколько царапин руки дрожат но пишут хотя иногда попадают мимо искренне зачеркни сейчас главное когда красиво откровенно говорить об этом только собакой получается здесь никто не верит в тебя твои чувства их не касаются как плюнуть друг другу в душу вот это все впитали с молоком матери ходить по замкнутому кругу или выбирать то что тебе действительно нравится то что у тебя уже есть всегда кажется хуже красивые обертки но если теряешь то вряд ли потом соберешь все осколки ставь только на себя такие законы диктует жестокая жизнь а если сопьешься любя послушай просто держись спасибо владимир ток а вот владимир антипенко можно я буду я буду сегодня юмор тогда носить ироне я сегодня самолет мне сегодня не везет сочинить хотел о боге женских тел клубок в итоге я помучился еще и увидел нос прыщом боже да и поэту силы сочинить к трен красивый сбил те настроение ты такой серьезно я сбился но неважно моя значит мы все таки вот тему магии немножко не развили расскажите у вас бабушка была да у меня меня учили магии с детства обучали но действительно можно сказать что я наверно потомственный бабушка бабушка вот ну и вот собственно а что может маг потом можете кого-то там вылечить или что для чего маг что это такое ну наверное в принципе маг может вообще все что от него потребуется потому что вы можете полететь на луну для этого нужно очень много денег при желании я думаю это возможно извините ну как бы какие-то такие воздействия которые скажем не физически вот это все карты 2 но там ясно хорошо давайте тогда значит господа будет один вопрос ко всем нашим вот значит современная поэзия все спрашивают что это такое у вас есть какие-то короткие резюме что на ваш взгляд современная поэзия такие какие-то есть слова на этом современная поэзия личный взгляд то что создается в данное время просто непонятно хорошо а у тебя она я не уверена что я смогу как-то дать какое-то короткое резюме но я думаю что современная поэзия это какая-то квинтэссенция образов и настроений которые мы вот которое общество испытывает на данный момент ну подождите а если считать что современная поэзия это то что читают современники сейчас люди да вот пушкина читают разве не современный поэзия современно нет я думал на эту тему разный раков что пишут они то что читают потому что пушкина наверно будут читать еще очень долго не могу сказать что всегда нам наверно ну давайте тогда еще замечательно искусство такая вещь что-то нравится что-то не нравится а уж если сам пишешь так это вообще поэт моя санова вот вам эфир давайте себя маг я моя сану а ну я как-то наверно не а маги я больше о любви скорее вообще-то на свете есть вещи страшнее его молчания и сводок ньюсленд репортажей все время строится кровь ночами мне снятся горящие избы и кони чалы и я выхожу вся в ожогах и ранах из этих снов держусь за потертую свою жизнь как в метро за поручни все время чусь все чусь хоть немного петь с вечностью в унисон единственное что пока еще служит помощью мой вечный реланиум валиум сибазон из тех что остали когда-то был рядом осталось четверо и те на последнем дыхании держаться на плаву всех остальных раздавила квадратная геометрия мне даже подумать противно о том как они живут вдобавок все это сдобрено вязким тупым бессилием хронической неспособностью что-нибудь предпринять плутая возимой ржи я отчаянно балансирую над страшным обрывом который однажды сожрет меня конечно на свете есть вещи страшнее его молчания есть то что тащить на себе особенно тяжело я выдержу все только это не получается он молчит так что трескается стекло спасибо вот моя санова а и владимир ток подхватывает лично у меня такие они короткие меня тоже в чистом виде алкогольная драма голых стен за унылый вид и прощальная эпиграмма и коньяк во всю душу разлит человек на диване ежится с головой погружаясь в плед и в теории все еще сложится а на деле наверное нет состояние номер два в пустоте я живу пустотой я дышу пустоту на завтрак ем опустелся совсем ну это не сейчас это было состояние номер два когда-то владимир давайте еще надо у вас поэта потом ребят у меня к вам есть один вопрос такой каверзный но я вам задам все равно давайте владимир ток сначала так хочется назвать тебя своей по этой коже бродит луноходы ты многим превосходишь всех людей своей душой космической породы я звездочет твоих беззонных глаз но мне не хватит силы телескопа понять их глубину и в сотый раз признаться что ты редкая особа с такими безопаснее молчать на их орбите лучше не вращаться но хочется для своей назвать и больше никогда не расставаться вот и связи с этим вопрос возникает вопрос больше никогда не расставаться о любимая у любимый вот я не против я за ну скажите вот поэзия для вас это просто способ самовыражения да вот вот можно как личный дневник писать да или все-таки попытка войти вот есть как бы внутри да вот сверхзадача как-то войти в язык в мировую систему вот литературных культурных ценностей так далее спорта спрашиваю ну вот лично для меня это скорее второе то есть это даже попытка может как-то облагородить язык и не что-то в него привнести что добавить есть какое-то восприятие я читаю стихи по своему восприятию но в то же время меня привлекают другие более жесткие авторы допустим сам я люблю более жесткую поэзию писать я могу только такую раз уж она по сердцу легло жесткая тасс матку с матерцом там с матерцом в нужном месте я бы так сказал это понятно ясно давайте тогда своих хотите прославиться стать великими поэтому нет да ну врешь да все хотят это нормально давать не хочешь ты хочешь быть таким никем тебе не знаю я думаю все это пройдет никто ничего если ты начинаешь с того что ты хочешь прославиться ты никогда этого не иронизирует и такси славы и денег все хотят правильно пожалуй давайте добывайте славу стихи вот тут как-то так пошла такая тенденция что все такое длинная я прочту совсем короткая вроде только вчера было ярко по-настоящему целый мир на двоих и напополам а теперь и в твоей душе и в почтовом ящике мое имя помеченное как спам владимир отлично у меня тоже коротко все циркули рисует бесконечность и кажется что утро не придет а у тебя диагноз бессердечность и я теперь прошедший эпизод петля из сигареты по квартире пишу так быстро что не разберешь я помнил один город в этом мире но ты в этом больше тогда я тоже можно коротко называется моя поэзия слепляя фикцию акаций фарангутанг лимоном жив рябой мутанг бредет из наций как белый танк седых олив из дома вытрись прайс шумера и навсегда ее забыл моя прекрасная химера платок платок полян зимой бел просто игра слов хорошо значит господа поэты рассказывайте с чем вы пришли что у вас внутри есть какие-то слова что у меня внутри у меня внутри тепло даже если поэзия она такая холодная и правдивая то это не значит что человек не испытывает какого-то тепла и прежде всего ну я много выступал достаточно и люди слушают то есть но это трогает до глубины души и я очень люблю когда меня обнимают потом и это дороже всяких слов если можно было зрители обнять я бы обнял и зрители все может быть кто-то позвонит еще есть время телефон прямого эфира 9 7 1 19 11 и обнимите владимира тока я бы например мою обнял но я тебя тоже не по-мужески так моя а у вас как хочется чтобы люди верили друг другу очень сильно хочется еще хочется чтобы люди больше читали ну давайте еще вот такие короткие сейчас пошли еще давайте исполнить стихи стихи ребята я могу я задаю вопрос а вы стихами мне отвечаете все честно хочется чтобы жить было просто как дважды два чтобы любые мысли и изящно складывались в словам хочется чтобы в кармане всегда хочется научиться не думать а что потом чтобы в кармане всегда запасной патрон а в книжках закладкой забытые 100 рублей хочется стать свободнее веселей чтобы уметь прощаться уметь прощать хочется наконец узнать о чем же они молчат все эти люди с которыми так легко хочется проникать не больно и глубоко через двойное дно в ледяную глушь самую сердцевину их тайных и темных душ править лечить и строить под камертон чтобы они становились крепкими как бетон чтобы умели верить любить мечтать хочется все на свете уметь и знать жить так чтоб каждый момент искрам выжечь из сердца сомнения стыд и страх хочется чтобы хоть кто-то любил и ждал да и еще чтобы чай чуть медленнее спасибо мая осанова и владимир ток подхватывает у нас сегодня лирика я сейчас тоже лирическое потом прочитаю а сейчас владимир ток ты прямо скажем не из робкого десятка и много повидал на веку не понаслышке знаешь как не сладко разбиться реальность на бегу да так чтоб щепки чтобы без поблажек как наизнанку вывернула всю и бросила с вершин многоэтажек с истошным криком в мертвую петлю но только тише едешь ближе будешь опять заплачешь на его груди и если стетоскопом слушать сердце то можно различить не уходи можно мне владимиру антипенко тоже вывод такие все душевные лирические меня тоже есть стихотворение душевное лирическое я вернусь нерастоптанный несовершенный но сильный нет к тебе не вернусь я уже не смогу позабыть как замучили сердце как искренне честно любили два бессмысленных я не сумевших себя изменить я вернусь в пустоту где рождаются новые мысли где неважно куда почему и зачем ты пришел там всегда есть поток нескончаемых смелых открытий там заждались меня там действительно все хорошо ну это такое стихотворение я сочинил когда был очень таком скажем так раздрай со своей музой там и то все то все вот и остался такой в одиночестве думаю надо какой-нибудь все равно хороший стих сочинить пожалуйста вам слово моя основа теперь дьявол не носит прада дьявол угрюм и беден читает махабхарату и ужинает со смертью нынче он не пределим цена на душу упала бизнес стоит на вере а веры почти не стало сводит концы с концами с дебетом сводит кредит последнее что спасает память былых столетий дьявол страдает артритом и неизбежно стареет верно его свиточиться глядеть бодрее дьявол грозный властитель ада не принимает бренди дьявол не носит прада дьявол почти что смерти да я прочитаю первое совсем не любви наверное с этим долгая история связана я стоял держась за дорожный знак жадно вцепившись руками в его покореженный стан по магистрали скользимо скользили машины и все провода в этом городе тянулись к моим ногам каждая лужа плевала в лицо и каждая хотела стать морем я ненавидел этих наглецов которые смеялись над чужим горем ехидно высунув морды из роскошных машин они махали мне руками и улыбаясь нажимали на газ смотря как я подыхаю спасибо ну владимир я думаю что владимир тока да очень ну-ка короткое что не давая такое позитивное не надо подыхать то давай чё там у тебя есть такое веселое есть позитивное так на память нет ну давай любой давай на память давай ненужный как подарочная лента после прочтения сжечь и растоптать я доброволец твоего эксперимента где ты училась в сердце проникать ненужный как без билет пробитый в кассе теперь знакомый раньше с буквой л с открытой раны выброшен на трассе на полной скорости машины перемен ненужный как молчание при встрече как этот взгляд который все сказал что одиночество меня калечит и что тебя я никогда спасибо уважаемые телезрители есть передача на сейчас уже скоро завершится сегодня в гостях были поэт мая осанова и поэт владимир ток нас всех можно обнаружить в интернете в поисковых системах ну допустим то все что я делаю театр поэтов послушайте что делает владимир ток владимир ток мая осанова соответственно вот и там же следите за теми акциями которые у нас происходят очень много всякого разного будем 9 ноября премию послушайте меня велимира хлебникова вручать его в гостином дворе вообще вот а напоследок так облако облако тебя нет картины уходят остров твой я бегу земное правило а ты небесная и в завершении меня зовут владимир антибенко следующий раз будет вести поэт арчи пока всем до свидания